Музыка По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на каждого Нью-Йоркса приходится всего 6,5 квадратных метров зелени. А по медицинским показателям для нормального кислородного обмена легких горожанина необходимо 10 квадратных метров зелени. Москвичам в этом смысле повезло гораздо больше. У них на душу населения по 24 квадратных метра зеленых насаждений. И все-таки в Нью-Йорке, несмотря на дождь и пасмурность, жить стало лучше и веселее. Если нет места для парка на земле, то над авеню и улицами его еще достаточно. До здоровой нормы Нью-Йорку не хватает еще миллиона деревьев. И городские власти распорядились их посадить. Вот только куда? В асфальтированных руслах между домами нет места. Но это как посмотреть. Если угол зрения изменить, можно найти серьезный ресурс неозелененных площадей прямо у себя над головой. «Хайлайн» – старая подвесная железная дорога, по которой вот уже 30 лет не ходят поезда. Всегда занятый и везде тесный Монтеттон, давно раздражало это жуткое подобие римского акведука. Но этим летом визуальному мучению жителей Вестсайда пришел конец. По рельсам и шпалам теперь прогуливаются горожане и гости Нью-Йорка. Парк «Хайлайн» – дословно «высотная линия». И высота – ключевое понятие в этом проекте. Променад над оживленными трассами Вестсайда пока не вошел в привычку. Еще не все наверняка знают, как подняться сюда по лестницам и лифтам. Но в солнечный воскресный день здесь уже трудно найти свободный шезлонг на колесах. Они, между прочим, двигаются по рельсам в любую сторону и превращают индивидуальное место отдыха в место культурно-массовых развлечений по поводу и без. И можно вас побеспокоить? Это ваш день рождения? Нет, его. Привет, с днем рождения. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Лена. Мы с русского телевидения. Вот гуляем здесь, снимаем, интересуемся. Почему вы выбрали именно это место? Вообще, это была мамина идея, но, по-моему, она прекрасна. Это очень прикольно. Сначала мы думали, как обычно, отправиться в ресторан, а потом решили сделать что-то запоминающееся. Мне нравится, что здесь так много симпатичных людей, все поздравляют. В общем, интересно получилось. Это ваш первый визит на Хайлайне? Нет, мы здесь уже бывали пару раз этим летом. И почему вас тянет обратно сюда? Не знаю, как сказать. Но, видимо, красивый вид, совсем другой угол обзора города. Может быть, моя подружка мне поможет? Вы еще где-то в городе на природе бываете? Ну, в Центральном парке, конечно. Но здесь все необычно, так что мы пока сюда зачастили. Нью-Йоркцы оценили идею. Пешеходная платформа-бульвар и урбанистический навес одновременно. Он протянулся через 22 квартала. Принципы озеленения, траектории движения железнодорожного состава немногим отличаются от тех, что применимо на крышах. Те же ограничения в глубине грунта и регулярности ухода, естественные осадки и обилие солнечного света. Парк на высоте 10 метров над уровнем реки и западного берега Манхэттена. Свобода только в выборе стиля. И здесь было достаточно много интересных вариантов. От висячих розовых садов до классического английского парка. Только пониже. Поскольку при недостатке глубины почвы рост растений замедляется в полтора раза. 720 компаний по ландшафтному дизайну из 36 стран мира боролись за право превратить эти 13 миль заброшенной железной дороги в парк над городом Нью-Йорком. И победили, конечно, те, кто решил поднять на новую высоту придорожный пейзаж обычной среднеамериканской полосы. Большая часть многолетних луговых трав, высаженных здесь специально, точная реплика тех, что успели расцвести на заброшенных путях за последние десятилетия. Архитекторы поклялись сохранить уникальную экосистему, которая сложилась на этом пустыре во времена запустения. И лишь подчеркнуть ее сезонными цветовыми пятнами. Это направление уже получило название агритектура. В нем сливается в единое целое природа и город. Промышленные руины прошлого – всего лишь база для экологии. Экологичного будущего. В общем, классические многолетники, способные размножаться самосевом, вписались в обрамление стали, стекла и бетона как нельзя лучше. Край родной, навек любимый с кустом ракиты над железной дорогой. Думаю, где-нибудь в деревне Гадюкино наслаждаться этим деревищем можно совершенно бесплатно. Подражание дикой природе обошлось в 170 миллионов долларов. И это только начало. Сегодня открыты две трети парка. Смотровые и детские площадки, солярии, галереи, сцены. На северной оконечности висячей улицы построят Олимпийский стадион и новый жилой массив. Но по закону зонирования, который действует в любом мегаполисе, все, что будет построено вокруг Хайлайн, должно только подчеркивать центральное место и значение этого городского объекта. Потому что в сердце некоторых горожан он это место уже занял. Извините, можно вас побеспокоить? Это не вы обувь на рельсах забыли? Я просто расслабился. Отдыхаю. Здесь нет пробок, нет спешки. Вид прекрасный. Лучшее место для отдыха в городе. Я получаю удовольствие. Мои сапоги тоже. Парк над городом уже называют конкурентом Централпарка. Новые офисные здания и многоквартирные дома класса люкс растут вокруг зеленого железнодорожного русла, как грибы на обочинах пригородных станций после осеннего дождя. Нью-Йорк Город контрастов, причем располагаются они по вертикали. Внизу оживленная трасса, а здесь наверху кустаральный парк. Получается такой слоеный зеленый американский пирог. Многоуровневая красота. Но еще 30 лет назад трудно было найти в городе человека, который счел бы эти проржавевшие конструкции поэтичным дополнением городскому ландшафту. Запущенные железнодорожные терминалы старались объезжать стороной. За самовольное проникновение на территорию, опасную для жизни, грозил штраф. Заброшенная подвесная дорога, последнее слово транспортной техники начала прошлого века, слишком долго мозолила глаз полной никчемностью своего существования. Линия горизонта, и так редкое зрелище в городе Небоскребов, была перечеркнута черными платформами и путями примерно на уровне третьего этажа. В конце концов, власти решили избавиться от помехи в городском пейзаже. Но в этот момент выяснилось, что у забытой железнодорожной ветки есть поклонники. Жители соседних кварталов объединились в общество друзей Хайлайн. Таких собралось примерно 8 тысяч. Лора, несмотря на свой юный возраст и мягкую внешность, возглавила городское движение за спасение Хайлайн. Точнее, за ее воскрешение. Наша общественная организация появилась 10 лет назад благодаря двум известным гражданам, проживающим здесь недалеко. Они решили спасти эту, на первый взгляд, уродливую конструкцию, железнодорожную эстакаду, которой уже почти 100 лет. Другой такой проект находится в Париже. Там тоже в прошлом веке решили поднять железную дорогу над улицей. Она соединяла Париж и его пригороды. В Америке таких парков больше нет. Хотя заброшенных железнодорожных веток хватает. Что-то подобное собираются строить в Нью-Джерси и в нескольких других городах США. А сколько стоит это великолепие? Весь парк будет состоять из трех секций. Мы сейчас только в первой, которая проходит через 20 улиц города. Она стоит 86 миллионов. Вот и считайте. Вторая секция будет открыта в следующем году. Ее протяженность полмили. Третья секция тоже будет построена в будущем, но мы пока не определили точно, когда. Город не утвердил наш план. В 2003 году мы объявили конкурс на лучший проект. Откликнулось буквально полмира. И в основном это было общественное решение, кто победит. У нас было организовано виртуальное голосование в сети. Мы устраивали форумы, где люди разговаривали с дизайнерами, задавали им вопросы. Они хотели видеть простой обычный парк, без излишеств. Что-то очень простое. После того, как железная дорога перестала существовать, здесь выросло много диких растений. И люди были вполне удовлетворены тем, как выглядел заброшенный ландшафт. Они хотели сохранить это и приумножить, насколько это возможно. Также нужно было сделать, чтобы люди могли здесь гулять, чувствовать себя в безопасности. И чтобы этот парк, вы видите, он довольно узкий, мог принять большое количество посетителей. Мы построили лифты, оборудовали дорожки, таким образом, чтобы сюда могли подняться либо по лестницам, либо на лифтах. И гулять даже люди в инвалидных колясках. Так что здесь получилось экстраординарное сочетание дикой природы и достижений парковой культуры. Те двое, о которых Лора отказалась говорить подробно, довольно влиятельные и состоятельные нью-йоркцы. Модельер Диана фон Фюрстенберг и медиамагнат Барри Диллер. В их воображении возникло нечто подобное эстакаде променад Планте в Париже. Во всяком случае, никто не хотел видеть здесь памятник индустриализации начала 20 века. Скорее наоборот, Хайлайн должен был стать примером урбанистической естественности века 21-го. Архитекторы сохранили и отреставрировали платформы для разгрузки и погрузки, проложили новые шпалы на месте старых и до блеска очистили рельсы, которые появились здесь еще в 1929 году. Тогда подвесная эстакада грузовой железной дороги казалась передовым решением городских транспортных проблем. Она связала северные нью-йоркские пригороды с городскими продовольственными складами. Она пришла на смену наземным железнодорожным линиям. Движение поездов там было настолько плотным, что каждую неделю в нью-йоркских таблоидах появлялись сообщения о дорожно-транспортных происшествиях на западных окраинах Сити. Продовольственную линию даже назвали «дорогой смерти» из-за частых ДТП. Мы только что закончили реставрацию нижнего уровня Хайлайн. На самом деле их тут два. Так было продумано, чтобы поезда, груженные мясом, заходили сразу в цеха мясоперерабатывающего завода, которые располагались на разных этажах. Это здание находится прямо за нами, через дорогу. Грузы без помех доставляли с одного уровня на другой. И это разделение исторически сохранилось. Вы можете прогуляться по верхнему солнечному уровню или по нижнему. Последний состав с тремя вагонами замороженной индейки проехал по этим рельсам в 1980 году. Мы сначала абсолютно все отсюда убрали, но некоторые фрагменты позже вернули на прежнее место. Это прекрасное напоминание о том, что большие города не строятся в один день, и что истории свойственно ошибаться. Когда поезда перестали здесь ходить, между шпал проросла трава, и мы сохранили даже ее. Оставалось только все правильно оформить. Для меня это было очень важно, потому что парк красив сам по себе, но при этом он проходит прямо в черте города, и в то же время чуть-чуть в стороне. И вы можете этот город видеть. Вы проходите несколько блоков на высоте 9 метров, пересекаете улицы, не соприкасаясь с землей. Это очень необычное ощущение. И нет другого такого места в городе. Когда я здесь, меня не покидает ощущение, что отсюда начинается город будущего. И я думаю, что люди во всем мире, посетив хайлайн или увидев его по телевизору, могут заразиться этой идеей, как можно переделать, преобразовать пространство вокруг себя. Здесь раньше ходили поезда, и общей воли горожан было достаточно для того, чтобы теперь здесь ходили люди. Совершенно новое применение, новая жизнь этой дороги. Это очень важно, и при этом красиво. Сюрреалистический парк хорош при любом свете и в любую погоду. Но для посадки этот осенний-зимний период в городе с умеренно тропическим климатом особенно привлекательный. Несмотря на всю дикость произрастающего в парке хайлайн, работа дизайнеров, ландшафтов и садовников видна невооруженным глазом. Эти люди в желтом готовы насаждать красоту в городе даже под дождем и вот в такую жуткую погоду. На хайлайн завезли татарскую астру – сильный дальневосточный многолетник, со стеблем не меньше метра длиной, очень коротким корневищем и стойкими мелкими цветками бледных оттенков – от сиреневого до светло-желтого. Это дикорастущее растение, между прочим, целебное. Шаманы Байкала лечили им лихорадку и часто использовали как эффективное отхаркивающее средство. Но создатели хайлайн полюбили татарскую астру за другие полезные свойства. Она не требовательна к составу грунта и его глубине, и засушливые летние месяцы ей только на пользу. Ну и кроме того, пышные соцветия на высоком стебле делают линию горизонта более рыхлой и дружелюбной для человеческого глаза. Многолетние растения составляют основу этого странного парка между шпал и рельсов. Здесь примерно две сотни различных природных видов трав, многолетних растений, которые дизайнеры выбирали специально. Они подобны тем, которые росли здесь сами по себе. После того, как перестали здесь ходить поезда. Ну и, конечно, здесь много растений, которые растут в нашем регионе обычно. Мы работаем с известным дизайнером ландшафтов Питом Одлф. Он в основном фокусирует свое внимание на растениях, которые не нуждаются в регулярном поливе, не требует большого внимания. На тех растениях, которые будут жить несколько сезонов. Вместо того, чтобы сажать довольно яркие цветы, которые закончат свое существование осенью и превратятся в мертвую субстанцию, он использует растения, которые вянут, меняют цвет, теряют листья, но сохраняют форму и возрождаются в следующем году. Здесь зимой холодно, а летом очень жарко, и это еще одно условие, с которым приходится считаться. Вторая задача была сделать так, чтобы здесь что-то цвело круглый год. И дизайнер выбрал сезонные растения с разным временем цветения. На хайлайн всегда есть на что посмотреть с конца января до конца ноября. Третья задача дизайнеров – выбрать такие виды растений, которые не боятся сильных ветров. Здесь достаточно трудные условия для роста. Мы находимся на высоте 9 метров и, как вы видите, довольно близко к реке Гудзон. Здесь очень ветрено. Зимой холодно, опять же, как я сказала, а летом очень жарко. Толщина земли на мосту всего 12-18 дюймов. Это 30-45 сантиметров. Не так уж много. Обычно, когда сажают здесь деревья, то выкапывают глубокую яму, чтобы погрузить корни и дать возможность дереву укрепиться. Конечно, трудно выращивать растения в таких условиях, как на хайлайн. Сейчас прошел год с начала нашей работы. Мы набрались какого-то опыта, мы видим, какие растения чувствуют себя хорошо, а какие не прижились и нуждаются в замене. В некоторых случаях мы были приятно удивлены. Посадили кое-что в прошлом году осенью, переживали, что будет с растениями зимой. Идея была, в общем, такая, чтобы ничего не менять. Мы не планируем сажать здесь сезонные растения. То, что вы видите вокруг, вполне самостоятельные формы жизни, которым не нужен дополнительный уход. Некоторые из них вянут, некоторые сильно разрастаются. В некоторых случаях растения сами воспроизводятся и распространяются. Так что картина за счет этого будет меняться. Но первыми, конечно, поднимаются подснежники. Несколько видов луковичных растений, которые распускаются поздней зимой. Потом мы сажаем тысячи и тысячи тюльпанов, эрантис зимний или весенний, кволчью ягоду. Многие из них растут в этом районе. Но некоторые специально отобраны дизайнером, чтобы иметь весь спектр красок. Луковичные – первые цветы, которые появляются в конце января или в феврале. И после этого, вы знаете, я не помню, я не так хорошо разбираюсь в названиях, так что не буду вас дезинформировать. Но самый цветущий и самый красивый период – это, конечно, середина лета. У нас здесь в это время появляется несколько разновидностей ахинацея и пурпурного цвета ромашки. Просто всего не перечислишь. Я знаю, что здесь было очень грязно, не просто грязно, а очень грязно. И нужно было разобрать все и полностью заменить грунт. Как все это происходило? Да, да. Процесс превращения железной дороги в парк был действительно очень сложным. Первое, что мы должны были сделать, это убрать отсюда все. Все. Все, что здесь находилось, включая землю. Затем нужно было очистить всю эту конструкцию, чтобы ее перекрасить. Для этого нужно было обернуть какие-то части, натянуть снизу тент, чтобы грязь не попадала вниз. Затем пропылесосить все, опять же, для того, чтобы перекрасить. Это очень трудоемкий процесс. Это заняло около года, только на одну секцию. Это очень долго и сложно. Непросто. После этого нужно было все застелить, залить бетоном, затем насыпать землю. Это целая посадочная технология, которая, как правило, используется при озеленении крыш. Вся эта конструкция должна была быть, во-первых, непромокаемой. Здесь несколько слоев. Сначала гравий, затем специальная пленка, дренажная система, несколько слоев земли. И только затем мы приняли решение сажать. Это сложная, многослойная система. А что вы мечтаете увидеть здесь лет через 10? Я думаю, у нас и через 10 лет будет продолжаться строительство. Закончим вторую секцию парка, которая проходит через 8 кварталов. Таким образом, парк станет длиннее еще на несколько миль. Затем приступим к конструкции третьей секции, от 30-й улицы до 43-й. Я надеюсь, что новые секции будут такими же красивыми и привлекательными, как эта. И я думаю, люди полюбят наш парк. Даже в первые месяцы после открытия парка мы не можем справиться с таким количеством посетителей. А дальше будет больше. Потому что те, кто здесь уже был, обязательно возвращаются снова. Многие получают здесь заряд бодрости и удовольствия от прогулок по хайлайн. Потому что каждый месяц здесь что-то меняется. Парк выглядит по-разному в разное время года и суток. Вот сегодня, например, дождь, но, по-моему, он только добавляет очарование окрестностям. Мы бывали на частных крышах. И мы понимаем, что не все могут позволить себе такой высокий уровень жизни, в прямом смысле слова. А вы приближаете людей к этой мечте. Да, одна из проблем жизни в больших городах, таких как Нью-Йорк, это дефицит свободного пространства. Люди начинают искать его везде, где только можно найти. Кругом одни здания, каменные джунгли. Хайлайн представляет собой новую эру в культуре общественных мест. Здесь могли соорудить что-нибудь более выгодное для города, например, какие-то склады или промышленные помещения. Но руководство города решило по-другому, потому что отсутствие зелени превращается в реальную социальную проблему. Это одно из мест, где люди могут отвлечься от урбанистического стиля жизни. Ровно 10 лет общество друзей Хайлайн ждало и добивалось этого момента, когда старую ветку железной дороги укроют в ветве деревьев. Всю дорогу разбили на тематические участки. Лес, цветущие разнотравья, болотистая местность, луг, вересковое поле. А вот бамбуковая аллея не прижилась, и теперь на ее месте будут сажать акацию. С добавлением дорожного гравия картина вообще приобретает поэтически запущенный вид. В некоторых местах аутентичное очарование запустения сохранено полностью. А вот это те самые многолетники, о которых мы с вами говорили. Они здесь везде. Прошел самый сложный год, теперь можно о них не беспокоиться. Они возвратятся и в следующем году. Все растения на Хайлайн сохраняют форму и даже текстуру, тем более зимой. Когда они выглядят умирающими, коричневыми, они тоже прекрасны, согласитесь. Коричневый сейчас, наверное, преобладающий цвет. И вообще, жаль, что вы не можете оценить весь спектр, который здесь был пару месяцев назад. Все меняется от сезона к сезону. Но, с другой стороны, это даже хорошо, что сейчас много дождей. Значит, весной здесь будет все зеленое. Сейчас больше желтого и коричневого. Это тоже хороший знак. Образуются семена. Вот вы видите. Висячие сады 21 века дополнили лифтами, лестницами и пандусами. Теперь Хайлайн называют зеленой рекой города, которая уже никогда не пересохнет. Бывший объект транспортной инфраструктуры стал фоном для более интересных объектов. Например, вот для этой парочки молодоженов, которая лучшего места для фотосессии не нашла. Это совершенно новое место в городе. Во-первых, оно очень характерное для него и в то же время необычное. Здесь чувствуется история. И оно потрясает таким обилием разных выгодных фонов для фотографии. Можно выбрать открытый вид на реку или работать на фоне красной кирпичной стены здания. Мы можем играть со структурами, не исходя с этого места. Это редкое возможно для фотосессии в городе. Это новое место. Как вы его оцениваете? Оно красиво? Это очень красивое место. Если вы взглянете на противоположную сторону, под нами уютные улицы даунтауна с невысокими домами, магазинчиками и ресторанами. Это очень романтичный вид. А что для вас красота? Красота, вы спросили? Ну, это, пожалуй, самый сложный вопрос в жизни. Но если мы говорим о Нью-Йорке, его прелесть в этом смешении старого и нового. Все эти узкие улочки внизу и стеклобетонные многоэтажки над ними. На мой взгляд, это по-настоящему красиво. Этот зеленый артефакт обладает уникальными пространственными характеристиками. Парк довольно узкий, зато длинный. И, что самое главное, подвесной. Его теперь часто приводят в пример, как зримый результат борьбы за охрану природы в городе. Только цена этой псевдоухоженной дикой природы, укутанной в бетон и металл, слишком высока. Индустриализация завела современное нью-йоркское общество в тупик, о чем и свидетельствует этот кусок якобы нетронутого железнодорожного платна, назидания потомкам и современникам. Поднимайтесь с нами, ведь небо становится ближе с каждой крышей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!